До празднования Нового года осталось чуть меньше недели. А это значит, что пришла пора новогодних утренников и корпоративного отдыха. В минувшие выходные в Славянске-на-Кубани был дан официальный старт предновогодних гуляний. На главной елке района побывали и мы. Пока вся Россия радуется снежному предновогоднему настроению, опытные Дед Морозы и другие новогодние персонажи Славянского района, припася зонтики и хорошее настроение, собрались на улице Красной, чтобы традиционным парадам дать старт предновогодних гуляний. Дружным строем главные действующие лица этого зимнего праздника из всех 15 поселений района, учреждений культуры и образования прошлись по звуке духового оркестра, чтобы влиться в большой хоровод на театральной площади. Десятки жителей района, от мала до велика, несмотря на дождливую погоду, встали в круг со сказочными героями. Ведь Новый год – это тот праздник, когда каждый верит в сказку и чудеса. Веселье возле главной елки Славянского района только начинается. Впереди еще много-много мероприятий. Новый год, Рождество. Поэтому я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем мира, добра, благополучия. Пусть все проблемы, которые были, останутся в старом году. В Новый год перейдет только все хорошее. Хотелось бы, чтобы вы все хорошо отдохнули, порадовались, провели и соревнования, и конкурсы. В общем, всем счастья, удачи и всего самого доброго. С наступающим Новым годом. Праздник было решено провести в виде конкурса, чтобы выбрать самых лучших Деда Мороза, Снегурочку и символ грядущего года – свинью. Конкурсанты со сцены вовсю старались развеселить публику и с удовольствием делились чудесами с окружающими. Не надо потереть попиточку три раза и заказать желание. А еще и подержаться за посох. Он волшебный. Раз, два, три – Снежик скоро появится. А мы тем временем обратились к гостям праздника с вопросом, каким был для вас уходящий год и чем запомнится. Замечательно. У нас дочка родилась. Все было прекрасно в этом году. Ждем с нетерпением нового. Очень хороший. Много было событий положительных. Ну, а все, что было плохое, пускай в том году остается. Великолепные. В школе было здорово. Детвора отличные. И вообще, Новый год – это здорово. Я специально бороду отпускал. Для того, чтобы на Деда Мороза быть похож. Этот год вообще, да, хорошим, потому что на сегодняшний день у нас открылось объединение ночных волков русских мотоциклистов в городе Славянске на Кубани. Мы продвигаем движение мотоциклистов. Мы за патриотизм. Конечно, выборами. Мы выбрали президента. Настоящего президента. Жители Славянского района, чтобы ярко отметить праздник в костюмах, прибегают к разным ухищрениям. Дед Мороз из Прибрежного, чтобы не испачкать подол шубы, упаковал его в целлофан. А семья Виноградовых придумала для своей дочери костюм серебристой елочки из фольгированного утеплителя. И красиво, и сухо, и тепло. Я люблю Новый год, потому что много подарков, шарики, игрушки, украшения. И очень радостно. Празднуюсь с родителями этот праздник. Костюмы, зимние пейзажи на заднике сцены, украшения на Доме культуры, фотозоны и, конечно же, красавица елка. Вся эта красота и создает то праздничное настроение, которым ценен Новый год. Очень красиво, очень красиво, да. Нигде так нет. Все, да, очень нравится. Елка такая шикарная, все, очень здорово. Спасибо нашей власти за то, что украсили так красиво город. Ходишь по улицам и создается праздничное настроение. Естественно, поднимается, как говорится, боевой дух. Работать хочется и хочется, что мы и делаем. Развлекательная программа на площади продолжалась. А самых юных славянцев пригласили в городской Дом культуры. Там их ждало красочное представление. Подарок от главы Славянского района Романа Сенеговского. Привет, девчонки и мальчишки. Как настроение? Отлично. Новый год уже скоро. Вы пришли сегодня на замечательный праздник. Этот праздник, который подарил вам глава нашего района Роман Иванович Сенеговский, передает вам огромный привет и желает, чтобы каждый из вас в этот замечательный праздник, Новый год, получил много-много подарков. Любите подарки? Краснодарская филармония привезла на радость детворе новую новогоднюю сказку. Загадки сказочной хрюни, символа наступающего года. Яркие костюмы, зарагательные танцы и интерактивы не давали ребятне сидеть на месте. А введение в канву сюжета любимых мультперсонажей заставило смеяться даже взрослых. Перед вами абсолютно богатырский гость Грай Юлий Цезарь. Для вас просто Юлия. Ах, царица, вы даже не представляете, насколько пострая у меня биография. Ее буквально переполнены вечащими знаниями, но плавно делаемые замечательные, но крайне непростой жизнью. Тихо, Юлия! Здравствуйте, уважаемая царица! Я хрюня, символ Нового года! А пока дети наслаждались представлением, в соседнем зале их уже дожидались сладкие сюрпризы от главы района. Мешочки с конфетами после окончания спектакля получил каждый юный зритель. Я переехала только в этом году. И вот спасибо большое за это представление. Мне очень все понравилось. Я первый раз пришла на эту елку и мне очень понравилось. И очень интересная сценка была, герои красивые были. Очень хорошо все придумано. Я, конечно, не ожидала, но сказка очень была классная, понравилась. Это было неожиданно, интересно. Спасибо главе района за такую сказку. Жители нашего района еще ждут десятки елок в городских округах и поселениях, в школах и детских садах. И, конечно же, 31 декабря всем будут рады на главной площади города, чтобы вместе встретить Новый год. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова